Как проходит сезон сбора орехов в Галском районе? Какова сегодня ситуация с мусорным полигоном в селе Щащикуаром? Насколько в районе готовы к новому учебному году? На эти и другие актуальные для Галского района темы пообщаемся с главой администрации Константином Пилия. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Добрый день, Бела. Начнем сразу с вопросов. Как организуется сбор орехов? Вообще он начался? В каких масштабах он сейчас проходит? И кто занимается сбором? Ну, сбор ореха у нас идет в полном разгаре. Качество ореха отличное. Люди собираются в бригады. Сами местные жители из других районов приезжают. Вот так вот другу помогают. А потом уже после сдачи ореха, и потом они зарабатывают средства, потом там делятся своими заработками. Вот такой у нас процесс идет. У нас, кстати, нет людей, как говорится, гастробайтеров. К нам не приезжают. У нас все делают местные люди и соседние районы. Вот в таком формате у нас идет сбор. То есть иностранные граждане на сборы ореха не приехали в этом году? Или вообще никуда не приезжают? Не приезжают, нет, к нам не приезжают. Нет, вот как говорим, не знаю, хорошее слово или плохое, гастробайтеры, но нам, правда, к нам не приезжают. Они у нас никак не задействованы. Ни в каком формате. Ни в коммунальной службе, ни в сельскохозяйственном. Что вы могли бы сказать по поводу... Ну, вот вы сказали, что качество отличное. Что позволяет, скажем так, так оценивать? То есть... Да, скажу. Да. Скажу, скажу, бело. Нам в этом году Министерство сельскохозяйства передало безвозмездно казалопомощь. Она, в принципе, каждый год это делает. Это пестициды в количестве четырех тонн. Это против борьбы американской белой бабочки и коричневого мраморного клопа. Вот эти работы я делаю в распоряжении под наблюдением специалиста управления сельского хозяйства. Вызываем глав администрации. Выдаем под роспись. Они собирают при специалисте людей в своих селах ответственных. И вот там каждому выдают по определенному соответствующему с насаждениями. Вот такую работу проводят. Где люди не могут сами обрабатывать. Ну, бывают сложности, тяжелое положение или там инвалидность какая-то у людей. Ну, тяжело. Тогда управление сельского хозяйства само берет на себя и проводит эту работу по борьбе с клопами. То есть сами нанимаем трактор и сами обрабатываем. Там, благо, выжил у сельского правления сельского хозяйства уже есть два мини-трактора, и они проводят эту работу. Ну, это чисто плоды вот этой работы, да, получается, что вот хороший урожай, качественный верный? В том числе, в том числе, конечно же. А в общем, люди сами обрабатывают свои участки. В основном это все чатники. Что касается по насаждению новых посадок или там обороновать, пахать. Ну, именно помогаем мы тем, что и лечим. И потом помогаем им, конечно, вывозить. Почему я спрашивала о иностранных гражданах, ну, о мигрантах, да, скажем так? Потому что наш, как бы, СГБ дает эту информацию, но, видимо, это не в этом месте, наверное, не в Галском районе получается. Там Кварчальский район также задействован. Это тоже идет граница. Ну, и Кварчальский тоже имеет... Ну, у вас же есть приграничная зона, вот-вот... У нас есть приграничная зона, совершенно верно. Туда нужно, если проезжаешь, и там развиваешься Печоро-Хлятска, основная дорога асфальтная, это пограничная зона, там ты проезжаешь, человек должен просто показывать документ, куда он едет, кому он едет и с кем он едет. Это формальность, которую просто проверяют пограничные службы. Просто понимание иметь, кто заезжает, кто выезжает. Наверное, кто-то завозит там какие-нибудь, может быть, мастеров в частном порядке в единичных случаях. Но чтобы у нас это было массово, такого нету. Ну, наверное, один, два, три, как говорится. То есть просто счет на единицы идет? Я думала, там десятки. Счет на единицы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Счет на единицы, конечно же. Ну, и то все это досмотровое. Даже сотрудники администрации, попадая в эти районы, должны показать удостоверение. У кого нету паспорта, ну, вот с этим строго, конечно. Если нет документов, останавливаются, выясняются звонками. В принципе, надолго никого не задерживали. Ну, все равно эта работа проводится. Ну, какое-то взаимодействие со спецслужбами нашими у вас идет в этом плане? Потому что, ну, как бы Галовский район, приграничный район. Ну, конечно. Я тоже участвую в координационных всех совещаниях, как глава администрации. Это в любом случае эта работа ведется. Ну, все остальное по линии спецслужб мы стараемся не касаться этой работы. Это все-таки спецорганизация. У них все свои цели, свои задачи. Ну, мы как бы, дабы не допустить нарушений, информируем свои в плане информационном, в плане содействия, в плане документирования людей, оказать помощь, чтобы люди не оказались бездокументными. Вот такое содействие мы оказываем друг другу. А какая-то профилактика проводится? Такая, ну, как бы, разъяснительная работа, которая предваряет, скажем так, какие-то периоды, да? Допустим, тот же сбор ореха там, или же еще какой-то там... Или все время она идет? Да, она постоянная, эта работа. Она была связана еще с проблемами документации людей. И это тоже создавало, многие проблемы создавало, когда люди не могли обновить свои виды на жительство. Требовалась масса документов, но сейчас эта тенденция уже сбита, уже практически в таких случаях нету. А что касается по задержанию, вот то, что анонсировалось в местах массовой информации, это были настоящие преступники, которых там в единичных случаях, и сразу были задержаны, там двое граждан России, которые пытались от нас перейти на грузинскую сторону. Вот эти были задержаны, да. Ну, их Федеральная служба безопасности задерживала в содействии с службой безопасности Абхазии. Вот такие мероприятия они провели, успешные. Так, чтобы говорить о какой-то массовости, не приходится. Ну, вы тоже к этому имеете отношение, поскольку это произошло в Галском районе, и узнаете информацию от служб, так же, как и мы. От служб, да. Предварительно не информируется ради утечки, чтобы не было Петухчевского, но по факту, по происшествии, конечно же, информировано. Ну, то, что это приграничный район, там накладывает, наверное, отпечаток и поведение, да, какое должно быть у граждан, и те, которые там живут, и те, которые там приезжают, допустим, на работу. Конечно, это особый режим, даже вот мы делали маршрут на Ингургес, вы знаете, это назвать его туристическим маршрутом, конечно, хочется, и, скорее всего, мы этого добьемся, от Министерства туризма, но там с особым режимом. Предварительно копии паспортов, скидывается определенное ведомство за сутки, ну, проводится анализ, те, кто едет, без проблем. Люди потом, заезжая на Ингургес, останавливаются на посту, показывают паспорта, сверяются, оно буквально там 20-минутная процедура, без задержек, с пожеланием счастливого отдыха и путешествия. Вот так вот все очень вежливо, очень красиво, я не слышал, чтобы кто-то жаловался, но все люди были довольны, формальность, которую необходимо соблюсти. Я говорю туристическим фирмам, вы тоже людей предупреждайте, все-таки это режимный объект, это не так там захотел, поехал и на природу посмотрел. Нет, это с определенными процедурами для безопасности, для своей, для района, и для вообще республики, все это, все вот эти нормативы. Ну, у нас были, да, у нас были, как сказать, организаторы этого тура, они обращали внимание наших слушателей на то, чтобы они были готовы к тому, что надо заранее сдавать какие-то данные, и что это погранзона, что какие-то документы нужно приобретать и так далее, и так далее. Вот об этом вещи. Это вот что касается, да, туризма. А вот по ореху у нас, у нас 7 тысяч гектаров насаждения ореха фундука, и мы ожидаем в этом году хороший урожай, урожай, ну, до 8 тысяч тонн, наверное, мы получим. Наверное, мы получим ореха. Из них 80% урожая уйдет за ингур, на эту сторону уйдет орех, ну, там легче, и около 20%, ну, в среднем там, около 20% уже обрабатывается тут в наших гальских цехах по переработке, орех очищается от скорлупы, и уже очищенный орех от скорлупы уже выводится в Российскую Федерацию. Вот где-то до 80, на 20, приблизительно. Ну, каждый раз немножко погрешно с теми, но приблизительно это так. Мы оказываем содействие, чтобы люди могли вывезти и на одну сторону, и на другую. Какое содействие? В чем оно выражается? Ну, выдаем... Служба госбезопасности выдает пропуска на определенные грузовые автомобили, зарегистрированные в Гальским районам и водителями-гальцами, которые жители туда урожаи все вместе складывают, и вот так машина выводится. То есть машина, пропуск, кто водитель, где зарегистрирована машина, пропускают службу, они отдают нам, мы подаем в службу госбезопасности, ну, кого-то отсеивают, кого-то оставляют, вот кому можно, кто добропорядочный транспортник, так сказать, вот им дают разрешение, сельчане свой груз, свой орех в мешках вкладывают, вешают, ну, выводят, продают и получают финансы. Ну, это частная инициатива самих, скажем так, фермеров, да? В реализации, я имею в виду. В реализации. В реализации. Руководство страны в этом принимало участие тогда, и руководитель, президент давал задачу, помогите людям, обеспечьте, чтобы они могли нормально вывести свой орех, и прямо, чтобы крестьянин это мог вывести, чтобы не пинить перекупщикам. Обычные перекупщики, конечно, крестьянин получает, да, получает меньше, но мы все делаем, чтобы сам крестьянин мог вывести. Ну, если он решил тут продать кому-то, его воля, и такие, конечно же, немало, но мы стараемся, чтобы крестьянин смог получить свои средства в полном объеме. Вы частично как-то коснулись темы вида нажительства, да? Как сейчас ситуация? Получение вот этого документа. Ситуация в разы, да, в разы она поменялась, после того, как был принят на законодательном уровне нормативы, уже людей не мучают, как раньше мучили, дают, сдаешь старый вид на жительство с пятилетним, если срок заканчивается, да, пятилетний, берут дотелоскопию, фотографии, выдаются ему на 10 лет новый, в спокойном режиме, не нужно уже забирать массу справок, массу документов, после того, как ты старый сдал, уже это все отменено, все государство, республика Абхазия выдало тебе вид на жительство, срок закончился, обновляются вот эти все данные, и он получает новый на 10 лет, и процесс пошел, и в ежедневном формате, и недовольствия я не слышу, обычно люди сразу жаловались, тут вроде бы все идет хорошо. Ну вот сколько в день таких документов выдаются, или вы статистику не ведете? По-разному, по-разному, и 300 бывает, и 200 бывает, по-разному, по-разному. Главное, что задержек нету, очередей нету, в один момент даже был, президент позвонил, сказал, я слышу, что паспортный стол задерживает. Я говорю, сейчас одну минуту, сел в машину, включил видеокамеру прямо, со своим секретарем, а ну-ка, снимай меня. И вот так, снимая меня, мы подъезжаем к паспортному столу, вот так он снимай меня, я захожу к паспортному столу, и вижу сидят там, я говорю, давно сидите? Они говорят, нет. Люди были, они говорят, мы и паспортисты, там, девчонки, которые работают, Николай Катин Горгиевич, у нас все камеры стоят онлайн, нас министр видит нашу и приемную, и все видит. То есть так прозрачно там все? Да, прозрачно, да, онлайн камеры стоят, и в приемной, и в кабинетах, и у министра это все на компьютере видит. И нареканий не вызывает, не вызывает. Да, есть немножко бумажная волокита, некоторая бывает. Не без этого, это нужно, это все-таки с гражданством связано. Да. А все единичные случаи, которые там, ну, бывают, я уже беру ответственность какие-то на себя, когда люди приходят мне, я тоже смотрю, там бывает брат, родная сестра, ну, вот она приезжала, уезжала, вот несколько раз, и тогда беру на себя ответственность, насколько могу, да, обращаюсь в паспортный стол, беру справочку по хозяйственной книге, что она вписана и ходатайствую, чтобы ей выдали виды на жительство. Иногда это получается, и вот так стараемся даже в единичном случае помогать. Ну, давайте перейдем к другой теме, касается мусорного полигона, вот на прошлой неделе был прям со всех районов Абхазии шла информация, но с Галского района все это началось, загорелась мусорная свалка в селе Чащикуара. Расскажите, какова сейчас ситуация, возят ли сейчас туда мусор, есть ли еще вот какие-то задымления, вот что происходит, ну и, так сказать, комфорт жителей, которые там рядом живут, есть ли запахи и так далее, вот дым и все эти неудобства. Спасибо за вопрос. Да, спасибо, Белая, за вопрос. Вопрос трепещущий, он очень сложный, очень полезный для района, особенно для нас, для всех, для гальцев. Ситуация с мусорным полигоном вот такова. Он принят на обслуживание Сухумским управлением городского хозяйства. Они обязаны его обслуживать, они обязаны всю эту работу делать. Ну, но, как мы понимаем, там с нарушениями это все пойдет, там было в обязательствах и забор сделать, нужно было и все остальное, но забор не сделан, есть ровно, все равно, где-то местами, где машина-то заезжает, оттуда и скот заходит, и люди оттуда заходят, хотя там они охрану и держат. И сейчас несколько очагов возгорания. Да, на работнике свалки охрана говорит, что это само возгорание, то есть объясняет это тем, что бутылки там с водой или банка с водой, там от дождя, она линзует, как линза становится. Нам говорили им честники, что есть момент, бывает. Есть такой момент, согласен, есть такой момент, линзуется и бывает возгорание в жаркие погоды, да, но тут возгорания в нескольких местах одновременно много. Ну, так же, и мы подозреваем, и мы подозреваем, что это поджог. Поджог какой? Не умышленный поджог, там, сжечь свалку и принести. Нет, вот люди, которые там приходят, они поджигают этот мусор, обгорает бумага, картон, там, пластмасс, остается железометалл, вот это металл они достают, потом, вот обгоревшие там чистят, что-то с ним там делают. И вот это вот очень, нам вот такой вред нанесло. И по нашим предположениям, сейчас без особого расследования, но на наш взгляд мы понимаем, что это именно из этой серии. Я попросил службу разобраться в этом деле, опросить более детально сторожей и жителей, действительно ли это так. Если это так, мы все равно найдем, кто вот этими вещами занимается, кто сдает металл, да, там все равно найдут, и с ними будет проведена беседа, как минимум, ну не говоря уже о других санкциях. Такие проблемы создали. До сих пор... Мы слышали, да, эту вот вашу версию, но мне интересно, что сейчас, то есть до сих пор, вот я вас перебила... до сих пор горит, да, до сих пор горит, четыре пожарных расчета, участвовало в спушении, каждый расчет сделал по пять рейсов водой, это просто залить, это ничего не дает, потому что возгорание, хоть с поверхности начинается, но оно углубляется тленью, тленью, и на глубине двух-трех метрах вот этот самый очаг. И сверху то, что мы поливаем, это 10-20% эффекта, потому надо раскапывать большой техникой, заливать там, дальше нужно опять полить пожарной машиной, но опять, чтобы техника немножко дальше прошла, и там опять раскопать, это такая трудоемкая работа, вот честно говоря, аж молимся, чтобы пошел хороший ливень и затушил нам, это очень трудно, мы уже вот который день боремся. То есть сейчас эта работа вот у вас идет, и эта проблема у нас есть. Да, работа идет. А мусор привозят? Да, премьер-министром. Мусор, так, так что же произошло? Когда пошел вот этот процесс возгорания, ну, пришлось остановить заезд мусорных машин, они выстроились у нас на въезде, и пока не потушим, ну, и Сухум тогда сразу загорелся, потому что если бы за сутки не вывезти в Сухум, его тоже надо куда-то девать. Проблема возникала бы у нас в столице. Это вызвало, конечно же, негодование депутатского корпуса, я был приглашен депутатом, я говорю, вы понимаете, они говорят, вот все, мы больше не пустим, мы не позволим, вы понимаете, мы-то хорошо не позволим пустить, ну, куда делать республике, давайте шире смотреть на эту ситуацию. Ну, вы знаете, что Сухум не подписывал с Гальским районом, ну, в мою бытность какие-то соглашения, это действовало соглашение 2016 года, по-моему, между бывшим главой Нодара и бывшим главой Сухума Харазия, поэтому соглашение работали. Но сейчас я взял у них официально бумагу, подписали, что через три месяца они уходят, так как Гулириджский полигон уже сдан Сухуму, Сухум принял его, сделана дорога, к самоуправлению капитального строительства, сделана туда дорога, и уже Сухум может туда, ну, теоретически может завозить. Ну, да, кстати, несколько раз уже объявляли, что вот уже, вот уже, вот уже заработало, а сейчас опять три месяца получается. Да, вообще уже несколько лет, уже два или три года говорится, что вот-вот-вот-вот, но сейчас уже реально Сухум принял, теперь они занимаются набором штата сотрудников, кто будет работать, им нужна небольшая техника. Со слов мэра Сухума, вот на все им надо три месяца, ну, тогда, говорю, давайте письменно, на слово уже мы больше действовать не будем, письменно подпишите, что через три месяца вы уходите. Вот такое они соглашение подписали, я доложу это депутатам, и вроде бы депутаты согласились. Жители, жители, что говорят, возмущены, жители говорят, очень недовольны, жители очень обижены на всю ситуацию, потому что вот эти все наши бумажные договоренности и все остальное, это одна сторона, а другая сторона, что действительно задымление доходит до домов, в некоторых, когда роза ветров меняется, ветер поворачивает в другую сторону, люди окна не могут открыть, ну, это же, это же совсем не дело так. Конечно. Да, и мы стали угрожать, что если это повторится, и вы сейчас быстро не поболите пожар, наверное, я уже не знаю, но, скорее всего, депутатский корпус совместно с людьми выйдут и вообще перекроют дорогу. Вот тогда, что будет делать в стране, я уже не знаю. Ну, стараемся вместо местные, например, министры, мусорная проблема накопилась, конечно, уже много лет накопилась. Очень серьезно накопилась, 1200, 1500 кубов ежедневно завоз, это же не шутки. Вы начали говорить, да, коротко вы начали говорить предложение, началось со слова премьер-министр, то есть какой-то... Да, да, премьер-министр, я выходил на президента, президент не поправил меня премьер-министру, сам участвует в этом, я связался с премьер-министром, он мне сказал, все, нанимайте технику, какую необходимо, мы все оплатим, но наши бюджеты слабые, и вообще это... Я занимаюсь это, потому что это в Гальском районе, а вообще все это обязан делать сухом. Ну, занимаемся все, премьер-министр звонит по два-три раза в день, узнает, как обстоят дела, вот сейчас еще одна техника должна подойти, ну, будем продолжать бороться. А мы будем следить дальше, как развивается ситуация. Константин Эдуардович, хотелось бы немного поговорить о подготовке к учебному году, не так много времени осталось, вот самое основное, сколько у вас первоклашек пойдет в первые классы, в чем выражается готовность, на ваш взгляд, к учебному году, вот расскажите об этом. сейчас я мало времени расскажу, но у нас вся методика, это спущено в министерство самообразования, у нас девятнадцатый школ, у нас две методики, у нас в восемнадцатых школах преподается, ну, вся методика наша, и только предмет грузинского языка, у него 26 часов в неделю, и в одной школе русской, там грузинского языка нету, ну, во всех школах и в детских садах абхазский язык преподается, у нас детишек подало заявление на 212 учащихся в этом году, в прошлом году было, правда, 230, в этом году, ну, пока 220, но это все до конца августа, само собой, может еще и увеличиться, учатся у нас 2600 детишек, выпускников 2019, 2030, 219-230 выпускников, ну, в принципе, готовы, на 85% учебниками мы снабжены, все остальное уже там докупаем мы сами, по детским садам у нас, если вы даже видели галмедиа, у нас даже сами воспитатели все вместе выходят, и все дружку помогают, там такая общность, такая приятная общность, все дружку помогают, все выходят, кто-то покрасит, кто-то там подсыпает, кто-то что-то делает, кто-то посадками занимается, вот ради этой общности хочется что-то делать в районе даже большего, в этом плане, да, мы снабжены нормально. Что касается педагогов, вот какова картина, особенно в селах, достаточно ли педагогов по разным предметам? Педагогом, да, да, у нас полный комплект, у нас нету нигде вакансии, у нас по всем, по поводу того, что Армагийский университет проводит, да, да, я спрашивала вас, да, у нас 300, да, 330 учителей у нас проходят эту методику, и она сейчас с сентября будет продолжаться, это уже второй год. То есть, учителям это вот именно практически очень сильно помогает и переориентирует, скажем так, работу, которая была другая в Галовском районе все-таки, педагогическая, насколько я понимаю. Да, да, была другая, да, сейчас все переориентируем, и вот 330 преподавателей у нас вот этому, на эти курсы ходят, занимаются. Ну, если говорить о состоянии школы, это большая тоже тема, но хотя бы, может быть, есть объекты, которые каким-то образом вот в этом году приводят в порядок или там частично приводят? Да, да, Бело, вы знаете, когда говоря о приведении в порядок, я говорю, конечно, подразумевая наши возможности, конечно же, хотелось бы иметь и новые школы, и все это новое, но стараемся поддерживать на нормальном уровне хотя бы то, что мы имеем. Прошлым году был сдан новый корпус школы, совершенно новый, в три этажа отделанный, но это было. А все остальные школы поддерживают насколько возможно. У нас бюджет небольшой, у нас бюджет, собственно, всего 57 миллионов в год. Вы понимаете, на день, да, то есть в том, что у Сухума 2 миллиарда, у нас в районе 57 миллионов. Понятно. Константин Эдуардович, спасибо, будем следить и за этой ситуацией тоже, еще есть время, слава богу. Я благодарю вас за интервью о том, какова ситуация в Галовском районе, как проходит сезон сбора ореха, ситуация с мусорным полигоном, насколько в районе готовы к учебному году новому. На эти и другие темы мы говорили с главой администрации Галовского района Константином Пилия. Спасибо. Главный четверг. Главы городов и районов республики.